Всем привет! Давно я к вам не приходила. Давно у меня тут ничего так не складывалось, чтобы сделать расклад. Могу сказать, что у меня произошли дичайшие изменения в жизни и на физике также. Поэтому нужно было время, чтобы все это устаканилось. Потому как, если все это в разболтанном состоянии, расклады не клеятся. Я бы так сказала. Тем более общие, когда и так-то сложно какую-то нить событий вычислить из целой кучи, так как смотрят многие. Могу сказать, что у меня появилось 5 новых колод, с которых вы видели только одну. Постепенно они будут вызываться. буду на них делать расклады. Поэтому готовьтесь. Еще так, типа, для тех, кому интересно, что именно произошло, я могу сказать, что я познакомилась с энергиями смерти на более физическом уровне, так сказать. Я много изучала моменты трансформаций, духовных практик и тому подобное, потустороннюю жизнь, загробную, так сказать, жизнь, выбора людей, как уйти из жизни, трансформации и все тому подобное. Ну и сейчас пришел период в моей жизни, когда я просто чуть ли не на каждом шагу встречаю физические аспекты смерти. Это, конечно, дает свой отпечаток в жизни. Происходят трансформации и в голове, и на физике. челесные аспекты, моральные. Это все индивидуально, конечно, но меня это сильно зацепило. Поэтому, если расклады будут немного не такие, как всегда, понимаете, что у торолога происходит это все на основе изменений. то есть Лена и так подготавливает торолога к более глубоким чтениям каких-то аспектов. В данном аспекте это чтение, наверное, смерти, выбора душ, как уйти, как прийти, отработки кармы и тому подобное. Ну, это из того, что я читаю с потока в данный момент. Поэтому тема расклада для чего вам ваш партнер, который у вас на данный момент присутствует, либо вы можете загадать какого-то определенного партнера, который не уходит с вашей жизни, то есть постепенно возвращается периодически. Возможно, вы не выносите какой-то урок, не понимаете, и он из-за этого возвращается. По мнению высших сил, для чего он был вам дан, сейчас мы посмотрим. Выбирайте позиции. В закрепленном комментарии под видео будет тайм-код, время начала вашего варианта и в описании под видео также будет тайм-код. Кому нужна личная консультация, в описании будут контактные данные. Итак, мы начинаем с прозрачных, остальные ожидайте. Приветствую всех, кто выбрал прозрачный маятничек, сейчас мы посмотрим, что у вас там за партнер, для чего он вам был дан. первое, шло, это чтобы вы перестали сражаться и хитрить в отношениях, то есть пришел тот момент, когда пора выбирать не аспекты выгоды, а аспекты любви. Возможно, у вас не было истинных отношений по любви, вы только выгоду искали. Здесь о том, что пора выходить на новый уровень, и как этот партнер вам это все показывает, транслирует. Самое интересное, что с этим партнером вы можете выйти очень быстро в аспект любви, если не будете зацикливаться на старых устоявшихся шаблонах, что ли. То есть когда у нас происходят изменения по жизни, мы хотим, не хотим уходим в башню отшельника, потом трансформации и во что-то новое. А здесь вы можете просто пройдя все эти этапы мимо влететь в новое. Это ваш выбор влетать или не влетать. А вы не хотите идти туда, да? Высели подумать, да? То есть вам настолько ценны вот эти прошлые шаблоны, что вы не хотите двигаться по-новому. Чем это чревато, если вы не будете двигаться по-новому, по мнению высших сил. Да, страшно, это понятно. У вас нету выбора и сил не идти туда. Вам придется идти, это уже ясно. Для того, чтобы выйти в состояние мага, вам придется туда идти. маг маг человек который управляет своей жизнью, своими какими-то желаниями, возможностями, а иногда и даже чужими также. Вы боитесь, что по-новому будет очень больно. Вам придется обороняться. может и придется для того, чтобы вынести урок. Если вы не будете тащить вот это старое, а пойдемте по-новому в новое, доверяя партнеру, тогда все получится отлично. Главное не подвешивайте ситуацию. Не подвешивайтесь сами. Не думайте, что в вас ищут выгоду. Вас имеют право даже искать выгоду, так как вы прожили какую-то часть своей жизни с аспекта выгоды в отношениях. И да, карма может прилететь. Вы не зря боитесь, но вам дают шанс реально на что-то новое. Если вы идете в это новое, что вы получаете? Ну, естественно, если вы идете без страха и без ожидания того, что с вас какую-то выгоду поимеет. вот смотрите, вот этот человек, которого вы загадали, он для вас на данный момент не является императором, он он для вас не до император и вам советуют просто довериться, но не в ум с головой, а вот наблюдать за тем, что он делает и делает ли. Если он не делает, то естественно, не идите. А если он делает, старается для вас, и вы это замечаете, вам приятно, то начинайте переворачивать вот эту карту в голове имею ввиду на истинного императора. И тогда все сложится. Вам очень сложно довериться. Очень. Ну, он тут суляет любовь, но вы сами не верите в то, что это может произойти. Понимаете, на вот этом аспекте неверения все может разрушиться, но все равно этот человек выполнит свое предназначение по мнению высших сил. Предназначение в том, чтобы вы начали смотреть на аспекты отношений по-новому. Да. Вот для чего вам этот человек. Так, на этом все. Я думаю, достаточно вам. Благодарю за внимание. Так, что-то у меня тут и колоды перевернули. И все тут переворачивалось. Вторая позиция. Коричневый маятник. приветствую вас. Что у вас там за партнер-то такой? Для чего он вам? По мнению высших сил. Сейчас мы глянем. девушка, да? Девушка. Девушка. Вы где-то о такой мечтали даже, могу сказать. Смотрите, девушка вам была дана для того, чтобы вы остановились. И чтобы вам стало сложнее, уж простите. Вот именно, чтобы вам реально стало сложнее. Чего это касается? То, как вы шли, это было неправильно. Очень-очень неправильно, по мнению высших сил. Она вас как будто... Знаете, когда срастается кость, и она срастается неправильно, но она уже срослась. И человек уже привык, как-то свыкся с моментов, что нужно как-то не так ножку выворачивать. Имеется в виду кость на ноге. Как-то по-другому двигаться. А нож как бы не совсем красиво, не совсем понятно окружающим людям. Ну, не в этом дело. И тут приходит человек к врачу, а врач ему хопа, и такой типа, а вам надо ножку-то сломать опять, чтобы все правильно срослось. И чтобы потом было легче. И, ну, более, что ли, для вас правильнее. Вот, эта женщина вам переломала, я бы сказала, все. И создание, и физические какие-то аспекты, мышление. Все, вот, просто почистую переломала. Так, для чего? Ну, чтобы вы остановились, подумали, пострадали, да. Надо вам это, надо. Тут еще идет какое-то обесценивание женщин. Или конкретно этой женщины. Ну, так как она легла на эту, вроде как, похоже, именно обесценивание этой женщины. Для чего это? У меня аж руки трясутся. Таким способом, или таким методом Вселенная хочет вам сказать, что вы находитесь в энергиях не своего короля. Вот идет такая фраза. Может, вы какой-то там кубковый. Или, не дай бог, жезловый. Потому что мне сейчас показался вот именно жезловый король, который только с аспектом, ну да, удовольствием, да. А вот в вас должны проснуться энергии такого короля, который отвечает не только за себя. Отвечает за мать, за сестру, за, а может, племянника, за женщину свою, за кучу своих детей. Может, у вас там пятеро будет. За бизнес, за подчиненных. Вот чтобы вы научились брать ответственность за людей. Уметь нести этот груз ответственности. Тут идет такая энергия, как будто вы жили, кайфожорили чисто на своей энергии, которая должна была предназначаться не только вам, а еще и людям, которые вас окружают, в плане заботы, ответственности. А вы только на себя тратили. И вас что, вас наказывали? Ну, это то, что я уже прочитала. Что вам за это? Вам путь-то перекрыли. Тот путь, который вы себе выбрали, он не ваш. Он не ваш, он не ваш. Вы как будто спрятались. Знаете, когда вдруг прилетает... Есть принцы, да? Умирает король. И наследный принц, старший, унаследует корону. И вот он берет и отказывается, или его убивает, или по каким-то фрагментам, нюансам жизни он не может взять эту корону. И тогда эта корона переходит по наследству либо младшему брату, либо какому-то кузену, еще чего-то. Вот вам как будто досталась вот эта ответственность, а вы ее брать не хотите. Я не могу сказать, что она не ваша, она ваша. Но вы считаете, что она не ваша, но она ваша. Я не могу сказать, что у вас нету состояния готовности. Она есть. Вам просто не хочется. Вам не хочется заморачиваться, вам не хочется вкладываться, вам не хочется задумываться. Как-то вы не хотите сложностей. И вот эта девушка дана была для того, чтобы свалить на вас вот эти сложности. Но она дана была высшими силами. Вот так вот всунули ее в вашу жизнь. И чтобы вам прям, ну, очень сложно стало. Потому что внутри вас просто все перевернулось. И в жизни на физике тоже перевернулось. Но так надо. Ну, не просто надо, а по-другому вы бы просто не пошли в свое предназначение выполнения своих задач. Вам нужно быть вот этим вот прям конкретным магом. А вы не идете, а вы не берете, а вам это не надо, а вы не хотите париться. Что еще тут? Интересно. Еще тут о том, что такое двоякое состояние. Странно. А эта женщина вам была дана не для любви. Если вы задумываетесь о том, что упустили какой-то свой шанс. Такое впечатление, будто этот шанс еще не наступил с этой женщиной. То есть, то ли он будет еще. Что-то такое прям... Да, не для любви была дана, для тяжестей вот этих вот, для переосмыслений. Но все равно будет для любви. Ну, бред какой-то. Так, ладно. Ну да, будет для любви. Ну, смотрите. Для кого-то это может быть, что путем осознания и принятия вот этих вот аспектов тяжестей. Вы принимаете это, осознаете, берете на себя ответственность. И тогда приходит ваша любовь. Для каких-то определенных личностей возвращается эта женщина. Уже конкретно для любви. Но только тогда, когда вы вышли уже в состояние мага. То есть, вы приняли это все. Но была дана не для любви. Изначально. Как только пришла. Ну, такое что-то интересное, конечно. Что вам тут еще? Ну да. Империя 30-то. Империя 30-то. И солнышко-то. Ё-моё. Простите. Да. Может вернуться и вы... А я думала не вылезет. Вот маяковал, маяковал этот уже злого. Я думала не вылезет. Вылез. Смотрите. Вот когда вы ощутите в себе эти силы и состояние, что я готов брать на себя ответственность за себя, за эту женщину. И не только за женщину. Тут еще много всяких нюансов. Вот тогда-то эта любовь и нагрянет снова. А у кого-то просто новая женщина нагрянет. Интересный расклад такой. Прям вообще. Вот как будто умирают. Вот у нее разные энергии. То есть это один человек, но у нее разные энергии. Она придет новая. И вы должны прийти новыми. То есть она готовая и вы готовы. Прикольно. Мне нравится. Очень крутой расклад. А пока здесь говорят, ждите. Ждите. Ну я бы вам сказала чисто от себя. Не ждите, а реально действуйте. Делайте. Переосмысляйте. Принимайте. Не знаю, тут кто-то еще в практике. Ну раз маги вылезли, многие могут быть практиками, конечно. Пока у вас закрыты эти дороги. Сейчас даже не думайте тут на какие-то действия, еще чего-то, еще чего-то. Работайте над собой. Вот такой совет. Над собой работайте. Так, на этом все. Благодарю вас за внимание. Вторая позиция. Вы классные. Вас мощно, конечно, трансформирует вселенная. Ну вы классные. Так. Третья позиция. Белый маятник. Приветствую вас. Что у вас там по мнению высших сил за партнер? Для чего пришел? Или приходил? Начнем с... Для любви. Все. По-моему, расклад окончен. Для любви. Ну хоть у кого-то тут для любви. Для того, чтобы вы отошли от работы и обратили внимание на личную жизнь. Наверное, у некоторых... Там многих тут перегиб. То есть, могут быть любовницы, любовники, но именно чувственных аспектов наслаждения, духовных, глубинных здесь не было. Но... Человек пришел именно для такого. Я не пойму вот это вот. Зачем показывает? Вы считаете, что не для любви все-таки. А почему вы так обесцениваете это все? Вам легче обесценить, чем принять дарта свыше? Угу. У вас идет такое сопротивление в плане, если вы не обесцените, тогда вы боитесь... Пострадать от этой любви. Наверное, страдали раньше. Вы считаете, что этот человек пришел... Ну, что это не этот человек для любви. Что будет какой-то другой. Когда-то потом. Вы интуитивно закрываете в себе любые какие-то джезловые проявления. Почему мне здесь идет мужчина? И в втором варианте был мужчина, и здесь мужчина. Так, вообще, не будто это один и тот же мужчина. Выбрали два варианта, может. Вы хотите другого человека. Слушайте, реально идет такое вот состояние, как будто здесь один человек выбрал и вторую позицию, и третью позицию. И вот вы хотите вторую позицию, а не вот эту позицию. Интересно. Смотрите-то вы на вот ту, другую. Ну, а для тех, кто не выбрал две позиции, здесь идет состояние, как будто у вас два человека. Одним вы как бы можете управлять, другим вы не можете. К одному тянет, а с другим как-то попроще, безопаснее, не так страшно, не так больно. Если разойдетесь, то не так обидно, то, ну, легче пройдет, что-то такое. Вы выбрали вообще никого, не выбирали, да? Угу. А я лучше делать-то ничего не буду. Буду наблюдать, и все. Это проще. Вы считаете, что вы делаете правильно выбор. Почему вы так считаете? Вы выбираете вообще себя. Знаете, здесь, типа, любые поползновения к вам женщин сразу в штыки воспринимаются. Вы защищаетесь от них. Так, ладно. Вот это человек, кого вы загадали. Для чего конкретно? Для чего? Угу. Для выхода в мага. Для того, чтобы вы вышли в состояние мага. В аспекте любви. Научились любить. Искренне. Истинно. Вы не хотите вкладываться. Уж не знаю, пентакликами не хотите вкладываться, или эмоционально не хотите вкладываться. О чем здесь солнце? Как же вас разрывает она две части между женщинами, та, которая не достается в той ценность. Та, которая чуть ли не на храпом на вас лезет, вы обесцениваете. Ну, могу сказать четко. Не знаю, останетесь ли вы с этой дамой, которую вы здесь загадали, но то, что она выведет в ценность самого момента любви, это факт. Здесь вас просто разрывает совет на части. Что, что за совет могут сказать? Реально идут карты как со второй позиции. Тащите свою лямку, тащите свой урок на ценность женщин. Вы обесценивали их всецело, как только могли, всегда выбирали себя. А здесь вам прилетел та урок. Да, интересно. В этом уроке ваша сила и выход в мага. На этом все. Все, что я могу вам передать от высших сил, потому что меня уже саму разрывает. Вам, я не скажу, что вам нужно определиться. А что вам нужно? Вам нужно пострадать. Вам советуют пострадать, повитать в своих иллюзиях, пострадашках, пострадашки, пострадашки, пострадашки. Как же вам нужно в эти пострадашки? Вас не то, чтобы наказывает. Вам как будто в этих пострадашках покажут истину. Истину любовь, что ли? То есть, любовь это не всегда, когда удобно. Любовь это когда глубинно, чувственно. Не только ты, ну, не только себя выбирать, но и выбирать то, что нужно для партнера. и тогда от этого кайф самому себе, потому что партнеру классно. Ну, вот как говорят, когда твоя девушка есть конфетку, а тебе сладко от этого, а конфетку ты ей подарил ты. Странно. Ощущается взрослый человек, а вы никогда не любили. Здесь четко показывается это. Я даже не могу сказать, что вы себя-то любите. Вы просто не знаете, что такое любовь. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...